Всем привет, вы на канале CryptoCommons, это короткий апдейт по ситуации на рынке, что мы с вами видим, друзья. Биткоин снова удерживает уровень сильных покупок, на котором сигналит наш любимый скринер TRDR. Посмотрите, куда мы вернулись, ребята. Мы вернулись снова в ту же самую зону. Мы вернулись туда, где у нас с вами есть сильный покупатель по биткоину. Гарантирует ли это нам то, что мы отсюда прям начнем расти? Конечно же нет, может быть все что угодно, но на историю отработки, как вы можете посмотреть сами, все видно. На историю отработки этого нашего индикатора TRDR Order Book Overlay. Кстати, кто заинтересовался, это замечательная штука, это на TradingView нету, это именно на TRDR скринер, который подгружает заявки со всех спотовых бирж. И если вам интересно, то ссылка есть в описании, подключайте TRDR по ней. Вот, и если вам вообще интересна тема крипты, не забывайте ставить лайк и проверять, подписаны ли вы на наш канал. Потому что в такое время вы можете пропускать все нужные апдейты. Смотрите, на Bitflex вчера у меня был эпический лонг и шорт. Кто смотрел этот стрим, всем респект. Bitflex это новая биржа. В перспективе она будет очень большая, поэтому сейчас вы можете уже регистрироваться по ссылке из описания, чтобы участвовать в будущих аирдропах и бонусах. Вот, пока она очень сырая, у нее даже нет приложения, она только-только запустилась. И мы видим вот такие сквизы, то есть маркетмейкеры конкретно как бы что-то шалят. Но тем не менее, я прокатился и на этом лонге, и на этом шорте. Цена на других биржах не ходила никуда, она была на месте. Ну, падала вот так немного. Поэтому это было, конечно, эпично. В общем, да, всем, кто видел вчерашний стрим, респект. А кто не видел, посмотрите, вот там он короткий и познавательный. Как заработать и в лонг, и в шорт 100% за полчаса. Вот, но такое бывает редко, а глобально что? Да, сидим, смотрим. Вот, биткоин возвращается у нас с вами в зону интереса. Опять же, в зону предыдущих сопротивлений. Это у нас 0,5 и 0,61,8 FIBA. Соответственно, вернемся ли мы до 0,61,8, не знаю. Ну, до 0,5, и вот мы можем упасть. Это 25200. Вот, можем, конечно же, упасть и ниже. Но мы уже в этом канале, понимаете, в чем дело. Поэтому тут фишка в том, что в какой-то момент мы поймем, что это все uptrend, который надо было ловить. Вот, смотрите, вот у нас, оп, и мы как резко развернулись. Смотрите, финальный сквиз и сразу улетели. И сейчас что-то подобное может быть. Даже если будет финальный сквиз, то потом окажется, что это все uptrend, понимаете. И очень быстро выкупят также. Возможно, возможно, я не прав и гоню. Напишите в комментариях свой вариант. Думаете ли вы, что мы пойдем сейчас сильно выше, что рынок пойдет сильно выше, или что мы забьемся в боковике до халвинга. Какие у вас ожидания? Я продолжаю удерживать позиции на байбите основные. Но мне пришлось вывести практически весь счет, ребят. Я скрипя сердцем это делал. Но иногда нужно фиксировать профиты. Нужно фиксировать и убытки в том числе, что я тоже делал. Резал лосей. И фиксировать профиты, выводить их в реальную жизнь. Я не знаю. Улучшить свои там жилищные условия, помочь близким. Что-то такое. Поэтому обязательно не забывайте вытаскивать средства. Всегда, когда у вас есть такая возможность. Вот. Поэтому я сейчас заново набираю позиции. Они плюс-минус все в безубытке. Супер высокие плечи. Вы за мной не повторяйте. Потому что я торгую на вот такой синький сейчас объем от своих средств. Вот. Но тем не менее, если хотите, да, все ссылки в описании на свой страх и риск. Я сейчас, думаю, буду хеджироваться здесь в какой-то момент. Манера, кстати, вот у нас на графике с вами. Манера хорошо держится, честно говоря. Очень мне нравится, как держится манера. В какой-то момент, я думаю, что мы будем хеджироваться шортами вместе с вами. Так что обязательно добавляйтесь к нам еще в телеграм-канал, чтобы не теряться. Посмотрите на BitGet токен просто. Вот еще, ребят. BitGet токен просто, ну, я не знаю, что это. Тройная вершина? Вряд ли. Это, скорее всего, пойдет сейчас вот туда и вынесет реально всех неверующих. Поэтому с этой точки зрения я бы сейчас как раз в BitGet уже особо не впрыгивал. Но, тем не менее, хотя вы можете торговать его, опять же, в марже на бирже BitGet по ссылке из описания. Вы можете его шортить здесь в изолированной марже. Но я бы пока его не трогал. Я бы лучше присмотрелся к Bybit и к их токену BitDAO, который все еще не улетел. Мы делали об этом пост. Ребята, потом локти будете кусать. Я вот в лонге на BitDAO. Дисклеймер, не финансовый совет. Вот у меня зона интереса. Первая, вторая. Как бы поэтому смотрите сами. Его можно тоже торговать в инверсной марже на Bybit вообще замечательно. И грести профит просто в самой же монете. Ну и на Femix тоже не забывайте, что бесплатные нулевые комиссии на кросс-марджине. То есть вы можете одалживать под 0% любую крипту, хоть BitDAO, хоть Tether, хоть BNB. Что, кстати, очень примечательно. Если вы хотите зашортить BNB в какой-то момент, к другим альтам, не обязательно к доллару, вы можете его занять здесь под 0%. Такого вообще нигде нет. На Binance вам будет это стоить, по-моему, 300% годовых, что ли. Короче, это очень круто на самом деле. И я набираю здесь пока скромный такой альт-портфель, потому что мне приходилось выводить тоже. Но, тем не менее, на кроссе вот я набираю к доллару сейчас Dash, BitCash, Ripple, AVAX и Fear Classic. Напишите в комментарии, какие еще монеты добавить в кросс-портфель. Ссылка на Femix тоже, конечно же, в описании. Резюме этого апдейта, друзья, мы пришли к сильному уровню. Как минимум здесь какая-то реакция цены наверняка будет. На TRD у нас закреп сигнала пока только на 30 минутках. Да, вот он на 30 минутках. Но, тем не менее, ребята, это уже что-то. Так что, да, все еще мы можем упасть, естественно. Поэтому будьте осторожны, ставьте стопы, тейки, лайки. Всем профитролей. И помните, что время на нашей стороне, как говорит Бенджамин Коуэн. Когда, если не сейчас, друзья? Если вы действительно верите в крипту, когда, если не сейчас ее накапливать? Все лучшие обменники тоже в описании, кстати. FastChange, замечательный обменник, я только сегодня им пользовался. P2P. Вот вывод крипты. Вот, по альткоинам, по альткоинам, уже раз уж мы так тепло с вами общаемся. По альткоинам, что можно сказать? Ничего не поменялось, картина все та же. Супер бит сезон. То есть, что это значит? Что супер дешевые значения всех альткоинов, плюс-минус. Кроме вот этого RNDR. Ну и Ripple, кстати, уже пошел с троном. Видите, Ripple, Tron и Fear идут вровень с битком. Остальные все запаздывают сильно. Поэтому, с точки зрения скидок и вероятности, надо затаривать альты. Друзья, пока, всем удачи. Я устал отвечать на этот вопрос. Это не я пришел к крипту, это она пришла ко мне. Этого типа звали Джереми. Он был моим барыгой, пока не стал криптомиллионером. И вы, наверное, подумаете, что он крутой рэпер или актер? Да он вообще ни хера не крутой, обычный жердяй. И прикиньте, этот бро-бро просто покупал биткоины и держал их долгое время. Говорит, это как прятать ганжимбас от мусоров. Только ганжимбас это как хедж, а биткоин это как инвестиция. Но лучше всего спрятать биткоин, а потом захеджироваться хеджем. А потом такой, где мои биткоины? И ты такой быстренько в интернете начинаешь гуглить разные крипто-сообщества. И в поисковике выскакивает какой-то крипто-комманс.